Уже третий год подряд гостеприимный Сочи собирает любителей авторской песни со всей России. Фестиваль Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь» на этот раз особенно поразил всех своим разнообразием и масштабом. С 19 по 21 августа сочинский оздоровительный комплекс «Спутник» стал центром семейного отдыха, ведь этот песенный праздник состоялся под лозунгом «Всё настоящее дети». Вот два дня он происходит, сцена не пустует, и приходят дети, и как-то все заряжены очень положительно. Выступления проходили на сцене у берега моря почти круглосуточно. Также помимо основного конкурса авторской песни соревновались юные таланты. Все они были награждены дипломами и призами. Под вечер зрительный зал «Под открытым небом» едва умещал всех желающих посмотреть выступления приглашенных звезд – Тамар Говеццетели, Максима Леонидова и группы «Хиппо-бэнд», а также Валерия Сюткина. Не менее запоминающимися были и душевные песни известных бардов. На пресс-конференции было особо отмечено увеличение числа участников и зрителей по сравнению с прошлыми фестивалями. Также отличительной чертой нынешнего фестиваля стало обилие рекламы, афиш на билбордах Сочи, хосты, Адлера, что позволило расширить географию и масштаб. А благодаря специальным наклейкам на пригородных маршрутках транспортный вопрос был значительно упрощен. В планах организаторов фестиваля на ближайшие годы еще очень много свежих идей. Например, Олег Митяев пообещал добавить к номинациям конкурса еще и поэтическую. Каким будет четвертый сочинский фестиваль авторской песни, покажет следующее лето. А лето – это маленькая жизнь. Елена Борзых, город Саратов.